Танцы без возрастных границ. В клубе «Браво» этому искусству готовы обучать и молодых, и тех, кто находится в элегантном возрасте. И делает это уже 10 лет. Коллектив готовится отмечать юбилей, как всегда на сцене. Вместо того, чтобы проводить вечер дома перед телевизором, они спешат сюда, во дворец культуры «Салют» на репетицию. Они давно состоялись в жизни, вырастили детей. Кто-то уже даже стал бабушкой и дедушкой. Теперь их увлечением – танцы. Галина и Петр Евдокимовы – одни из первых, кто пришел в «Браво». Семейная пара признается, на первых парах было очень сложно. В один прекрасный вечер она пришла и сказала, что вот я записал скружок, надо мне искать партнера. Я подумал, а зачем ей приживу муж партнера, и вот решил тоже пойти. Вначале было как-то странно, но потом свыкся с этой участи, и сейчас с удовольствием хожу. Вот уже 10 лет. Первое время было просто, как мы притирались друг к другу, как совершенно чужие люди были. Дома мы репетируем. Почему репетируем? Потому что частенько нам приходится выступать на юбилеях. Нас приглашают в деревню выступить на концерте сельском. Мы с удовольствием спеть и танцуем. Жизнь только начинается на пенсии, когда ты можешь заняться тем, чем ты хочешь. А вот Николай и Елена Бариновы начали танцевать благодаря своим детям. Нас на танцы привела дочка. Если родители детей приводят, нас дочка привела. Она занималась у Сергея Игоревича, а сама выросла, а мы остались. Иногда хочется бросить, а потом думаешь, ну, в это время будешь лежать перед телевизором. А когда идешь на танцы, во-первых, мы двигаемся, во-вторых, хочется оставаться молодыми, красивыми. Со своими подопечными Сергей Еруткин разучивает те же танцы, что и с детьми. Никаких скидок на возраст. На репетициях требует, чтобы каждое па выполняли правильно. Растянули спиночки. Главное, не забудьте, что вы артисты. Вы не для себя только танцуете, вы на сцену выходите. Поэтому зритель хочет красоту видеть. Зато его возрастные танцоры могут похвастаться тем, что танцуют все от венского вальса, танго, квикстепа до самбы, ча-ча-ча, румбы и джайва. Мужчины разучили даже специфические танцевальные движения в стиле Майкла Джексона. Причем балетмейстер отмечает, что медали, кубки, грамоты – не самоцель. Главное, чтобы танцы приносили удовольствие. У меня цель была сплотить коллектив, чтобы они могли сюда ко мне прийти, отдаваться всей душой танцу и благодарить себе и Богу, что они этим могут заниматься. Так что юбилейный концерт станет еще одним подтверждением, что возраст танцам не помеха и свое здоровье можно укреплять и в вихре движений. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика.